Зимляки оценили вокально-танцевальное шоу под названием «На грани», которое подарил нашему городу шоу-балет «Феерия». Танцами на любой вкус, сильными голосами, яркими костюмами, общением со зрителями и просто сумасшедшей энергетикой зарядили зрителей. С этим позитивом слонимчанам жить не одну неделю. Те, кто позаботился о покупке билета на представления в слонимском драмтеатре, познакомились с интересным коллективом, который 15 лет радует своих поклонников в нашей стране и зарубежье. Танцевальный коллектив «Феерия» уже существует более 15 лет. В 2004 году он был создан. Скоро будет юбилей. Надеюсь, мы сделаем это каким-то таким ярким шоу и выступлением интересным. Я думаю, зрителям это понравится. Сегодняшняя программа – это такой новый проект, интересный тем, что тут есть смесь и вокала, и хореографии. У нас есть вокалисты, очень интересные такие, своеобразные, и которые не только поют, они участвуют вместе в постановках, они вместе с нами танцуют. Это более такое вот как шоу, я думаю, вот такого плана. Коллектив работает уже давно, у нас очень много мероприятий, очень много концертов, мы выступаем не только у нас в стране, но и за рубежом. Вот мы только вот сейчас недавно приехали с Литвы с программами, вот сейчас опять уезжаем, прямо сегодня ночью мы уезжаем в Эстонию. Вот между этим понятны какие-то города Беларуси, Минск и так далее. Работаем очень много разных мероприятий, интересных, очень много проектов и танцевальных, и театральных, и так далее. Выступлений очень много, они все достаточно разные, я даже не знаю, какой необычный. Но все концерты проходят хорошо, весело, в принципе коллектив хороший, дружный, мы все работаем уже очень давно вместе. И, ну я думаю, у нас всегда все хорошо проходят выступления. Ну бывают какие-то казусы, там где-то костюм что-то не застегнулся, расстегнулся, там уходят с номера. А в принципе нет, всегда все хорошо. А как создаются ваши образы, наряды, сами танцы? Все абсолютно по-разному, костюмы, получается, ну в основном как бы придумываю я, есть портной, который это исполняет. Но в любом случае рисуются какие-то эскизы, задумки, но не всегда это может быть, может быть в голове одно. И приходя к дизайнеру мы с одной идеей, но в процессе работы это может переделаться и вылиться вообще совершенно в другой номер, в другой костюм, в другую идею и так далее. Все абсолютно по-разному. Бывает, что этот номер делается за одну репетицию, бывает, что это может пройти неделя и так далее. Есть заказные какие-то мероприятия, вот как у нас проект, там есть Ромео и Джульетта. У меня были четкие рамки месяц, за которым мне надо было его поставить. Вот это, конечно, более такое сложное, были и ночные репетиции и так далее. Вообще в Слоним, как бы, я в принципе, да, я знаю, я даже приезжал, у вас есть коллектив «Каскад», я к ним даже приезжал на мастер-классы, давайте детям, ну, с ними занимался. Поэтому я очень хорошо знаю Зою Даниловну, вот, которая у вас с Слоними, ну, как бы, ведет вот у этих детей. А выгодно ли с коммерческой точки зрения содержать коллектив? Ну, честно говоря, ну, в данной, на теперешнем уровне коллектива, это уже стало, ну, как бы, да, это становится, как бы, основной работой, это основной доход и, ну, вот, с этой точки зрения. Но, конечно, когда это все начиналось, это больше делалось на каком-то личном энтузиазме, на каких-то своих личных возможностях и так далее. Сейчас, да, это уже как рабочий коллектив, который работает, танцоры этим зарабатывают себе, грубо говоря, деньги на жизнь, они живут за этот счет, за счет выступлений. Но, честно говоря, это тяжелая работа, потому что у нас ненормированный график, у нас очень много поездок, переездов, соответственно, это какие-то автобусы, самолеты и так далее, и это, как бы, все тяжело. Мы можем вернуться и в три часа ночи и ехать, выезжать на следующий день в пять утра, грубо говоря. Ну, это такая работа, но, в принципе, она доставляет удовольствие, потому что все занимаются своим любимым делом, они учились для этого, они учились танцевать, они к этому долго шли и выражать это на публике, я думаю, ну, каждый хотел бы, потому что на стране очень много танцоров, но не каждый может себя реализовать. ПЕСНЯ А на каких видах танцев вы специализируетесь? Ну, основное направление это бальные танцы, латиноамериканская программа, европейская, да, но в любом случае, в связи с тем, что у нас, как бы, чтобы были интересные программы, мы танцуем и народные танцы, мы танцуем и современную хореографию, и джаст модерн, ну, много направлений. Как бы, в концертах используется очень много разных направлений, например, у нас есть программа «Мокрые танцы», там задействованы практически все танцевальные направления, ну, чтобы для людей это было интересно, каждый нашел себе какое-то... Музыка Спасибо вам большое!